Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и правда сегодня экспериментов делать не буду, а немножко посчитаю, потому как один из наших зрителей под роликом, посвященным ротору Дарье, задает вопрос, а почему не поставить какие-то такие роторы или другие устройства прямо в реку и не снимать с их помощью энергию, преобразуя ее в электрическую. И сейчас я посчитаю сколько энергии можно было бы снять, если бы я такую электростанцию установил, ну где, в нашей родной Абе, ее данные я и возьму. Итак, скорость течения воды в Абе и что-то в районе 1 метра в секунду, ой, правнинная река. Теперь надо взять плотность энергии, ровый квадрат пополам, значит плотность воды это 1000 килограмм на кубометр, умножаем на В квадрат пополам, получаем 500 джоулей на кубометр. Теперь нам надо знать сколько таких кубометров протекает за каждую секунду расход. Справочник говорит, что средний годовой расход воды это 1600 кубометров в секунду. Ну и тем самым мы находим переносимую мощность, надо плотность энергии умножить на объемный расход. И мы получаем, ну если у нас будут джоули в секунду, то есть ватт, я их в киловатт и переведу, получаю 800 киловатт, но вообще говоря совсем-совсем немного. И в этом месте те, кто смотрел наш ролик про предел БЕЦа для ветрогенераторов, должны сказать по аналогии, что и эта величина была завышенной. Потому что, если мы отнимем всю кинетическую энергию у потока воды, это означает, что он остановится. А куда тогда будут течь следующие порции воды, если уже прошедшие стоят и не дают им протекать. Так что, и эта величина была сильно завышенной. Но, теперь я должен сказать, ведь у нас в Новосибирске есть еще и гидроэлектростанция, пусть небольшая, но, тем не менее, обское море, сказать, жемчужина Академгородка. И сейчас мы для гидроэлектростанции тоже посчитаем ее мощность. И здесь главным параметром будет расчетный напор, который на нашей электростанции составляет 17 метров. Это разница высот между верхним и нижним БЕФами. Ну, соответственно, плотность запасенной энергии. Это теперь РОЖЕАЖ умножаю тысячу, беру еще десятку и 17, получаю 170 тысяч джоулей на кубический метр. А в прошлом расчете было 500. Значит, сейчас в 340 раз больше. Ну, понятное дело, из-за чего? Из-за того, что вода, падая с этой высоты 17 метров, набирает гораздо большую скорость, чем тот самый метр в секунду. Ну, и теперь я должен взять тот же среднегодовой объемный расход 1600 метров кубички в секунду и получить мощность 270 мегаватт. Ну, понятное дело, снова в 340 раз больше, чем на равнинном безнапорном генераторе, ну, точнее, такой системе генераторов, которая перегородила всю реку. А теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса, и в этот раз он будет таким. Обское водохранилище начинается в городе Камень-на-Аби, это 240 километров от Новосибирска. И если для простоты расчета считать, что поверхность воды в водохранилище горизонтальна, что вообще-то не совсем так, то тогда получается, что уровень воды в Камни-на-Аби на 17 метров выше, чем уровень воды в Новосибирске, поскольку Новосибирск стоит под водохранилищем. А теперь вернемся в те времена, когда водохранилища еще не было, и обтекла из камня в Новосибирск за вот эти 240 километров пути, ее уровень понижался на 17 метров. Ну, и в нашем расчете, мы говорим, что каждый кубометр воды там в Камне относительно Новосибирска имел потенциальную энергию, которую мы можем принять за 340 единиц, нам так удобно. И из этой потенциальной энергии в кинетическую энергию течения того же кубометра в Новосибирске перешла только одна единица. Спрашивается, куда же исчезли остальные 339 единиц энергии? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.